Виджет меню во всплывающем окне в Adobe Muse. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 79-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я вам покажу просто бомбу виджет. Смотрите, у нас имеется кнопка меню. Если я по ней кликаю, у нас затемняется экран. Затемняться экран может вообще абсолютно разным цветом. Это просто для примера. И вот такая вот вроде как книжка или не знаю как два блока. И здесь мы можем иметь на каждом блоке до 10 меню. Также в левом или в правом блоке вы можете поместить логотип, как сейчас здесь у меня, или вообще без логотипа. И кнопочка закрыть. И также с красивой анимацией меню уходит. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки данный виджет я перетаскиваю на холст. И у нас есть три элемента. Вот этот элемент это у нас меню и главные настройки. Вот это у нас левый и правый блок. Отдельно настраиваются. Если мы кликнем, то вот здесь вот вверху видно, что это left-блок. То есть настройка для наших ссылок левого блока. И соответственно это правый блок. Давайте заглянем сначала в левый блок. Меню блок Color. То есть цвет самого блока. Давайте я сразу буду менять цветаж и показывать, чтобы вы понимали, где меняется. Меняю на оранжевый. Text Color. То есть текст ссылок на этом блоке. Белый. Пускай белый останется. Думаю, белый будет видно. Text Hover Color. Это при наведении мышки на текст на какой-то цвет сменять. Ну давайте сделаем какой-нибудь синий. Дальше. Font Family Name. Здесь просто нужно прописать название шрифта для ваших вот этих ссылок. Соответственно шрифт должен быть установлен к вам в Muse. Или вы можете воспользоваться установленным уже в Muse шрифтом. Просто название шрифта здесь записать нужно. Font Size. То есть размер шрифта. 24 можно увеличить или уменьшить. Margin Below. Это расстояние между вашими вот этими менюшками. Между ссылками. И количество элементов в данном блоке. То есть сколько ссылок вы хотите здесь разместить. Максимум можно 10 разместить. Если нужно меньше, выбирайте цифру. Отображаться будет меньше ссылок. И соответственно вот здесь внизу все поля. Это настройки ваших вот этих вот меню. Вот этих ссылок. То есть здесь первое. Например пишите URL. Адрес куда нужно вам перевести человека. Понажайте на эту ссылку. И к первому URL ниже идет как бы название этой ссылки. Вот например напишу. Напишу школа. Ну и ссылку в принципе ставить не буду. Уже будет понятно где это изменится. Давайте идем сразу в браузер и посмотрим. Да кстати мы не увидим это меню пока мы не включим его. Давайте перейдем в главные настройки. Мы еще к этому с вами придем. Вот эти вот настройки. Меню, бутон, конфигурация. Здесь надо выбрать генератор, кнопка. Мы сейчас активировали как бы встроенную кнопку. Позже об этом поговорим. Идем в браузер. Вот мы видим кнопку. Она также настраивается. Либо вы можете заменить вообще на какую-то свою кнопку. Там графическую. Вообще на фотошопе придумать. Или здесь в Muse с помощью текста элемента создать кнопку. Позже об этом также поговорим. Смотрите я кликаю. По умолчанию у нас видите экран затемняется синим. И вот она видите первая школа я назвал. Теперь вы знаете как менять ссылки. И остальные ссылки все меняются по аналогии. И также и правый блок. Также ссылки меняются. Блок также видно оранжевый. Все у нас работает. И крестик закрыть. То есть с этим блоком я надеюсь понятно. Да? Левый. Также правый блок я не объясняю. Потому что он настраивается по аналогии. Меняется цвет. Меняется шрифт. Там добавляются ссылки. И так далее. Переходим к основному блоку настроек. Смотрите первое поле. Page, Background, Overlay, Color. Ну это цвет заливки. С заднего фона. Когда выезжает меню. Вот сейчас поставил коричневый. Давайте посмотрим. Был синий. Смотрите. Сейчас такой коричневатый. То есть просто затемнение фона. Следующее. Второе меню лого. Выбрано нет. И вы можете выбрать. То есть если вообще хотите добавить логотип к менюшке. И выбираете к какому блоку добавить. К левому или к правому. Например ставим к левому. И у нас активизируется третье поле. Добавить файл. Выбирайте. Выбираем логотип с компьютера. Я выбираю свой логотип. И нажимаю на кнопку открыть. Выбрали блок лево. Смотрим. И вы видите. Вот наш логотип сверху добавился. Также в правую часть. Вы можете перенести в правый блок. Если нужно. Следующее поле. Меню. Анимацию. Смотрите. Здесь вы просто выбираете. Вот как. Чтобы выехал вот этот вот наш. Блок с менюшками. То есть тут особо этого эффекта не видно. Потому что он вроде бы как бы. Анимация у него такая же. Но если приглядеться. Выскакивает он по разному. То есть здесь вы выбираете. Вот я выбрал. Чтобы он как бы слева выскакивал. Дальше. Меню. Анимация. Стайл. Здесь. А у нас меню выезжает вертикально. Можно сделать горизонтально. Но мне больше нравится вертикально. Так что оставляем. Дальше. Линк. Вот это поле. То есть где размещаться линком. У нас сейчас они размещаются по центру блока. Если выберем left. Давайте посмотрим как это выглядит. Смотрите. Менюшки все переместились на левую сторону наших блоков. Это видно. Я оставлю по центру. Меню линк паддинг. Это какой-то отступ 30. Я тут менял. Разницы не увидел. Ставил 100. 0. То есть что-то с линками. Какой-то отступ для линков. Непонятный. Оставляем как есть. И дальше. Интересная опция. Смотрите. Мы переходим к следующему разделу настроек. Меню бутон конфигурацию. Смотрите. Мы выбрали с вами. Помните. Кнопку. Да. Для этого у нас активизировали сразу внизу. Вот поля для этой кнопки. Смотрите. Бутон текст. Дисплей. Вот здесь вот вы меняете название кнопки. Также. Background color. Background hover color. То есть при наведении. Border coral. Это рамка. Border hover color. Это рамка при наведении. Меняет цвет. Text color. Также меняется. И текст при наведении меняется. Padding. Font size. Размер шрифта. То есть. Смотрите. Здесь просто меняете под себя. Вот. Кнопку просто вот изменю. Чтобы вы понимали где это меняется. Если вас устраивает такая стандартная кнопка. Да. В принципе с ограниченными возможностями. Например. Нельзя здесь сделать скругление. Там тень. И так далее. Если вас такая кнопка устраивает. То вы как бы ее и оставляете. Вот видите. Кнопка стала у меня зеленой. Вы помните. И здесь было написано меню. А теперь написано кнопка. То есть. Вы понимаете. Да. Как ее можно здесь в принципе легко настроить. Или же вы готовите красивую какую-то бомбежную кнопку на фотошопе. Или же хотите сделать ее отдельно. Вот. Текстовым элементом. Например. Взять. Нарисовать кнопку прямо в Muse. То есть. Своя кнопка. Индивидуально. Не важно. Да. Если вы это делаете. То есть. Вы хотите заменить. Ну давайте я для примера просто возьму текст элемент. Например. Я хочу какую-то свою уникальную кнопку. Я делаю ей. Например. Какую-то свою заливку. Я хочу какую-то. Например. Там. Крутую рамку. Сделать ей. Хочу. Там. Какую-то обводку. Написал там кнопка. Да. Со своим шрифтом. Например. С каким-нибудь красивым шрифтом. Размер там увеличил. Сделал. Например. Ее по центру. Да. Сделал там какие-то отступы. То есть. Смотрите. Вот такая вот кнопка. Да. Своя вообще. Хочу скругления там сделать какие-то. То есть. Вот такая кнопка. Смотрите. Вот. Как ее привязать к нашему меню. А все очень просто. Переходим в меню. Смотрите. Вы в этом списке выбираете. Graphic Style. И нам все вот эти меню здесь. Теперь. Настройка цвета. Текст на кнопке. Нам это все теперь не доступно. Но нам теперь доступно второе поле. Custom Menu Class. И тут есть такое слово. Button Style. Смотрите. Вы его просто отсюда копируете. Выходим из меню. Смотрите. Теперь вы просто один раз кликаете по вашей кнопке. Выделяете ее. И теперь мы идем. Вы должны найти в своем Muse настройки. Такие стили графики. Кликаем по ним. И вот вам нужно. Видите вкладка открыта. Стили графики. Дальше вот здесь вот внизу вы нажимаете. Создать новый стиль. Такая как бы листочек с загнутым краем. Нажимаете. У вас появляется вот здесь стиль. Два раза левой кнопкой мыши кликайте по слову стиль. И в всплывающем окне вместо слова стиль вы вставляете то слово button style, которое было прописано в вашем виджете. И нажимаете ok. Тем самым мы как бы привязали, простым языком говоря, мы как бы привязали нашу свою кнопку к данному меню. Давайте посмотрим. Теперь у нас нету меню, которое было выбрано в настройках виджета. И у нас теперь своя кнопка. Смотрите. По клику у нас все работает. Соответственно, вы кнопку можете настроить там, чтобы при наведении, например, она тоже как-то себя проявляла. То есть вы это уже, наверное, умеете делать. Курсор над кнопкой, да. И, например, просто заливка. Сделать ее как-то немного светлее при наведении. Вот теперь при наведении видно, что теперь такая интерактивная кнопочка. И у нас все с вами работает. С меню мы разобрались. У нас остались последние настройки. Настройки кнопки close. То есть кнопки закрыть. Здесь можно также свою уникальную кнопку повесить. Заходим в настройки. И смотрите, здесь вы выбираете, если выбрана первый текст, бутон, да, то здесь нам три поля верхних недоступно. И close текст здесь, я не знаю, может какой-то другой значок, символ поставить вместо вот этого крестика. А также цвет, color доступен. И текст, то есть при наведении. То есть что значит текст? У нас вот close, это как бы у нас является текстом, да. Это крестик. Цвет, грубо говоря, крестика сейчас серый. При наведении становится белым. И самое последнее поле, да, это размер шрифта нашего крестика. Но я вам предлагаю не пользоваться этим, а также поставить свою уникальную графическую, например, кнопку закрыть. Я в этом верхнем поле close button type выбираю image button. И у нас активизируется вторая кнопка добавить файл. Из компьютера я выбираю PNG-картинку. Выбираю ее и открыть. У нас подгружается. И у нас активизируются еще два поля. То есть 20 пикселей, такая маленькая будет кнопочка. То есть вы можете здесь управлять размером данной картинки. Я выставлю 50 на 50 пикселей. И enter. Давайте посмотрим. Нажимаю кнопку. И посмотрите, какая у нас красивая кнопочка закрыть, своя уникальная. То есть вообще просто бомба виджет меню. Сам буду использовать данный виджет где-то в своих проектах. В принципе, все настройки разобрали. Надеюсь, вам понравился виджет. Его вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка под этим видео. На этом я с вами прощаюсь. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэтч. Делайте их круто! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok